здравствуйте с вами Алла Дворецкова вы смотрите передачу о мелочах из жизни каждый раз мы ждем от нового года какого-то чуда исполнение самых заветных желаний у кого-то они исполняются у кого-то нет главное верить и действовать как подготовиться к новому году тема нашей сегодняшней передачи немного потомлю вас в преддверии нового года нам конечно же хочется сделать классный подарок своим родным и близким или для себя любимый обратите внимание на сайт Daniel Wellington где есть различные новогодние предложения 10-процентные скидки на подарочные наборы и плюс бесплатная праздничная упаковка с моим промокодом ANAPKAMAKE15 у вас будет еще плюс 15 процентов и того 25 процентная скидка обязательно воспользуйтесь этим предложением и хороших и удачных вам покупок и у меня в гостях Юлия Алеева астролог и Оксана Медведева декоратор праздничного сервиса многие советуют готовиться к новому году заранее подготовить список дел убраться в квартире продумать свой праздничный наряд новогодний стол закупить все заранее вот Оксана как у вас например проходит подготовка всегда готовлю заранее список подарков для своих близких друзей и как декоратор естественно я готовлю оформление для дома новые украшения для елки продумаю в какой-нибудь цветовой гамме я люблю все заранее делать но я продумаю продумаю наряд продумаю там допустим новогоднее меню но в последний момент может что-то спонтанное случится и я куда-то в другое место совсем пойду а тогда иногда бывает такое что я даже за полгода готовлю что-то такое да я продумаю меню в какой-то салатик думаю ага так на новый год отложу или там вот это на 8 марта то есть я такой человек Юля а вот год кого я знаю что у нас год свиньи по-моему желтый это вот все мои познания да на самом деле 2019 год это год желтой земляной свиньи свинья в восточном гороскопе у нас животное такое доброе щедрое гостеприимное это свинья это символ домашнего очага символ уюта и комфорта поэтому конечно 2019 год будет семейным годом для тех пар которые хотят создать семью может быть родить детей год будет очень благоприятным также конечно хорошо будет заниматься благоустройством жилья может быть там укреплять какие-то родственные связи больше проводить времени с семьей проявлять внимание участие заботу то есть вот эти все семейные темы конечно будут на повестке дня Юлия а что делать если у нас сейчас кто родился в год свиньи вдруг расстался со своим любимым или любимый это что за знак на самом деле в восточном гороскопе считается когда свинья встречает свинью да то есть человека рожден в год свиньи это такой знак вот у нас не очень благоприятный с точки зрения отношений поэтому нам нужно быть внимательным да тем кто родился в год свиньи нужно проявлять крайнюю тактичность до посмотреть ситуацию под другим ракурсом может быть вот как-то где-то помягче быть в отношениях и сгладить острые углы потому что мы можем сами где-то немного скажем так обостренно реагировать на вот отношения до в паре на проявление нашего наши свиньи они такие и расстались в 2018 уходящем году это даже хорошо то есть 2019 году их может ждать другой какой-то знак или все-таки они могут быть вместе но тут скорее всего может быть либо проверка да тут конечно зависит и от личных показателей отличного прогноза но возможно и какие-то новые отношения тут как бы вариант много много родились хорошо в девятнадцатом году потому что коза у нас тоже считается таким животным который почитать семейные традиции и для них тоже все вопросы касаемо жилья недвижимости да можно пить его какие-то там переезды какие-то поездки дальние вообще у нас следующий год это год путешествий и все вот такие путешествия дальние может быть заграничные могут принести нам хорошие выгоды поэтому я всем рекомендую путешествовать но быть аккуратным на дорогах все таки потому что путешествия возрастают и риск аварий также возрастает вот не лихачить на дорогах быть аккуратнее соблюдайте правила дорожного движения будьте внимательны так а вот как же нам нужно встретить этот новый год чтобы не обидеть нашу сынушку но смотрите первое самое главное правило это встречать конечно в кругу близких людей да может быть всего в кругу семьи или друзей с детьми да если дети есть и среди тонов одежды выбирайте оттенки желтого коричневого да может быть оттенки земли какие-то кофейные там тона подойдут подойдет розовый оттенок и персиковый оттенок а юля вот остальные оттенки вообще лучше не использовать или может быть есть перечень оттенков которые свинья не терпит то есть ни в коем случае их не нужно но оттенки которые свинья не терпит это наверное серый цвет темные тона какой-то черный и вот какой-то вот очень ярко-красный скажем такие тона нежелательно использовать в одежде и еще такая фишка для новогоднего стола да не рекомендуется готовить свинину то есть вот если в новогоднюю ночь вы вдруг захотели поесть свинину лучше этого не стоит делать приготовьте в какой-то другой день потому что вот это считается неблагоприятным фактором если мы готовим свинину то у нас могут вот какие-то вот преследовать конфликтные ситуации мы можем попадать какие-то глупые ситуации где мы можем выглядеть нелепо скажем так вот поэтому на новогоднем столе можно приготовить курицу можно приготовить рыбу гуся и конечно побольше фруктов овощей и зелени так как у нас свинья все-таки склоняет в следующем году к набору веса поэтому вот используйте вот больше таких вот чтобы не переусердствовать за праздничные выходные да оксана вы что будете готовить может быть что-то особенное на этот новогодний стол или может быть наоборот ваши традиционные блюда мы на новый год всегда отмечаем праздную семью и придерживаемся традиционных блюд оливье оливье у вас там колбаска или заменим вареной курочкой в этом году я думаю то есть вы на новогодний стол не будете использовать свинину все-таки будете придерживаться рекомендации астролога так юлия вот хотелось бы еще что-нибудь поподробнее про вот грядущий новый год давайте про финансы поговорим до 1 тема актуальна свинья на самом деле у нас животное такое которое любит материальный достаток да она любит все красивое дорогое такое роскошное и она как денежный магнит притягивает деньги и многие люди конечно в следующем году найдут новые источники доходов но дело в том что деньги также будут легко уходить то есть мы будем получать деньги легко но и тратить их будем также легко поэтому я конечно советую планировать свои расходы как-то вот чтобы не было каких-то неприятных потом казусов пробелов да у нас нашем бюджете планировать рассчитывать чтобы вот лишние соблазны нам не помешали а то мы можем все потратить легко до побаловать себя чем-то потакать своим капризом вот все-таки нужно действовать продуманно все-таки вот стоит перед новым годом лучше не потратить все деньги лучше войти в новый год с каким-то уже сбережением да да это вообще я не рекомендовал бы брать крупные суммы в кредит в следующем году потому что отдать их будет не так просто а взаймы просто может взаймы тоже не очень рекомендуется вот лучше то что есть сохранять и лишнего в кредит не брать и с долгами тоже в новый год не входить до с долгами возвращаться до не входить потому что у нас январь начнет солнечного затмения и как раз таки вот эта вот традиция оставлять все старом году да она будет очень актуально может быть там какие-то вредные привычки неудачные проекты какие-то отношения нездоровые все вот можно оставить там может быть какие-то страхи или какие-то установки неверные юля а правда что 2019 год будет очень тяжелый будет будут у многих проблемы с работой будут различные сокращения или это все вот обычные страшилки перед новым годом это обычные страшилки на самом деле да все мы как бы жить одинаково не можем есть определенные знаки вот скажем по финансам стоит быть аккуратнее тем же людям от рожденных год свиньи год тигра год обезьяны и змеи большие перемены ждут змей у нас потому что для них будет год такой очень динамичные многие переедут ноги поменяют работу вот ну для остальных знаков у каждого будет свое то есть если говорить с точкой с точки зрения классической астрологии у нас сейчас фаворити идут стрельцы они самые везунчики буду девятнадцатом году за ними в группу входят львы и овны до этого там огненные знаки они у нас такие везунчики и еще водолеи весы то есть им карт-бланш вообще на все на карьеру как же живут свиньи разве они не на первом месте этот год вот во всех сожалению знаете вот как бы вопреки общему мнению что год вот животного в который человек родился должен проходить легко это не совсем верно как раз таки людям рожденным год свиньи вот у них им нужно быть внимательными к отношениям потому что свинки они же такие доверчивые они добрые очень открытые и вот эту самую свинью то как раз и мы могут подложить в 19 году так что стоит быть начеку ай-яй-яй-яй-яй да так что вот тут рекомендация для свиней вот такая еще хотелось бы сказать про путешествие до добавлю что в следующем году неблагоприятно путешествовать у нас в мае и в ноябре старайтесь не планировать потому что мая у нас будет достаточно аварийным месяцем но и ноябрь тоже такой месяц когда можно могут случиться всякие там форс-мажоры а остальное время очень благоприятно для путешествий оксана вы вообще верите вот в астрологические прогнозы или стараетесь обходить их стороной стараюсь придерживаться лет построить вы все-таки читаете информацию юля почему кстати предсказания астрологов они отличаются друг от друга чего это зависит вот если вы откроешь интернет начнешь читать и ты можешь найти как бы противоречивую информацию и тогда кому же верить вы знаете на самом деле общие прогнозы они на то и общее что они вот пишутся иногда мне кажется пальцем в небо некоторых журналах пишут просто вот как вот как как рука ляжет так и пишут на самом деле вот настоящие прогнозы они составляются индивидуально по дате рождения по времени рождения и лишь тогда можно сказать с точностью до что человека ждет то вы можете это сделать индивидуально допустим сказать мне что меня ждет на следующий год конечно 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 это занимает время но составление гороскопа в зависимости от моей загруженности где-то в течение там трех дней я трех-четырех дней то есть это не так как будто я пришла к вам вы тут все посмотрели разложили и тут же мне все сказали за 15 минут это очень кропотливая работа я делаю достаточно много рекомендаций дают то есть я не только говорю что вас ждет да но и с клиентами мы работаем над стратегией какую выбрать стратегию то есть у меня очень много бизнес-клиентов которые ходят чтобы я помогла им разрулились какие-то важные вопросы и мы вместе садимся и составляем стратегию как лучше где сложный период как обойти поэтому кто верит в астрологов если что обращайтесь да так вот оксана давайте наверное сейчас вы как раз нам покажите как можно украсить свой дом при дать ему новогоднюю атмосферу чтобы минимум затраты времени у нас было и конечно же денег я предлагаю например оформить такую красивую бутылку на новогодний стол это займет буквально пару минут и потом покажу как очень быстро оформить любой подарок да вот это вот у нас что здесь здесь подъехали да здесь духе но однако же с новогодним декором уже все-таки а я думала это вообще как бы бутафории которую можно ставить под елку на нет это определенный подарок уже до оформлено и все-таки думаю такой подарок получить приятно очень красиво мне кажется индивидуальное строение уже новогоднее мне было бы жалко его распаковывать я бы оставила его потом чтобы он у меня под елочкой был берем обычную бутылку так она должна быть у нас целая правильно мы ее будем открывать да 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 то есть это настоящее шампанское открываем просто и я думаю что если год желтый синий можем использовать золотой блеск скорее всего то есть блестки любого цвета золотой будет либо будет зависеть от оформления елки чтобы все гармонично на столе смотрелось ваш праздник здорово любой жидкий клей титан например на любой клей я вот использую такой то есть нам нужно немного его нанести берем губку обычную для кухни и вот такими движениями мы по бутылке распределяем клей равномерно много не нужно потому что достаточно такой посыпаем блестками любыми совершенно абсолютно какие у вас есть дома а где эти блестки приобретать в магазинах для декорирования ну сейчас очень много в конце товара блестки вполне как сейчас очень часто используются мне кажется это даже дети могут сделать шампанское интернет может быть там детям какие-то бутылочки соком да вполне можно им доверить и это очень просто интересно не только наверное все что угодно все что угодно так как шампанское традиционный напиток нового года я думаю это будет очень кстати юлия кстати вот насчет напитков что из напитков на новогоднем столе какие должны быть все-таки свинья у нас земляная до энергии земли достаточно тяжелая и как я сказала уже все-таки лучше использовать такие более легкие продукты следующем году алкоголя много не нужно вот можно ограничить ограничиться шампанским и конечно обязательно свежевыжатые соки чтобы были вот как то вот наверно а как же так что свинья везде грязь найдет и может быть наоборот надо разгуляться и потом чтобы лицом вставать забыть обо всем нет это не про год свиньи да но не про год свиньи но на праздник на самом деле конечно можно все если хочется очень то можно но вот в целом погода да то есть в плане питания и в плане вот каких-то вот таких вот тяжелых продуктов да может быть жирной пищи вот лучше все таки ее как-то вот немножко минимизировать да у нас еще следующие да идут да покажем ручки как сделать буквально за минуту любой подарок можно оформить то есть ну я взяла для комморок например да любая бумагой завернуть либо взять готовую коробку куда помещается подарок по размеру соответственно да и берем подручные вот материала то что дома достаем коробки с игрушками новогодними украшение идет буквально вход все я использую клевой пистолет но вы можете использовать любой клей момент тот же жидкий клей и буквально вот даем волю своей фантазии а вот эти заготовки вы тоже просто своими руками вырезается или их тоже можно купить это все продается в любом магазине да либо можно дать детей посадить например какой-то красивые шишки это тоже все шишка натуральная то есть это вообще можно в парке прогуляться да 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 совершенно верно это новогоднее украшение то есть здесь только идет вход ваш фантазия да здорово оксана а вот венок сколько по времени делается вот такой венок это я предполагаю на дверь можно да его да еще можно на дверь можно на стол например сделать поставить венок и поставить здесь крупные свечи либо там 3 до свечи либо здесь вазу для фруктов ну опять же все зависит так что нам нужно для этого венка купить вот эти вот так венок смотрите бывают искусственные веточки и ловы мы скручиваем закрепляем проволокой берем бусы и и опять же это вот новогодние украшения да совершенно верно все можно даже стареньких игрушек которые в принципе уже на елку не вешаются конфеты бусинки все что угодно может пойти опять это все а вы знаете я наверное из новогодних украшений могу сделать только конфеты в принципе если их сюда насадить будет да очень красивые блестящие конфетки в общем включайте вашу фантазию воображение и создавайте эту новогоднюю атмосферу вместе с вашими родными и близкими и обязательно детками мне кажется для детей это будет тоже очень увлекательный процесс вы загадываете желание на новый год я вообще верю в чудеса и каждый новый год я жду деда мороза жду каких-то чудес и всегда загадываю желание и вот у меня вообще есть такая особенность мое желание не сбываются если я вдруг чего-то так очень сильно прям захочу и вот так представлю себе во всех ярких красках то у меня это как правило все сбывает то есть это как силы притяжения потому что мы подаем энергию в космос да и то что мы очень сильно хотим желаем на визуализировали себе это и получаем да правильно да я вы тоже мне кажется такого же мнения оксана вы как я конечно тоже стараются пессимистично у вас желание не сбываются некоторые да а мне знаете что еще кажется главное не загадывается совершенно несбыточных желаний ведь мне кажется вполне достаточно самого простого обычного здоровья себе своим родным и близким и чтобы ваши любимые были всегда рядом и вас радовали ну как например как вы желание загадываете я обычно под бой курантов пока выпиваю бокал шампанского и вот у меня крутится крутится эти мысли и да я верю что у меня она обязательно сбудется раньше я помню что поджигали писали желание на бумажечке потом нужно было ее как-то поджечь вместе с этим пеплом мне кажется достаточно просто желание или как у вас может здесь свой ритуал но раньше я тоже делала вот сжигали бумажечку да там писали успехом все выпивали сейчас я просто я себе перед новым годом пишу такой лист визуализации да там пишите свои желания все что я хочу и на целый год убираю куда-то в шкаф вот и потом я концу года открываю смотрю что у меня в основном многие мои желания сбылись то есть на самом деле даже не нужно держать и в голове есть вы сразу несколько желаний загадывай да я загадываю несколько на такой как мини план даже на новый год я пишу вот какое-то одно желание такое выделяю особо для себя остальные все в шкаф и там пусть они хранятся и пусть они там варятся и потом у меня оксана вы одно желание загадываете или сразу несколько ну одно конечно я загадываю для себя для своей семьи так как у меня двое детей всегда желаю здоровья всем моим близким деткам и вот я согласна что желание но еще это как план на год для меня да то есть я загадываю так что приложив усилий это можно достичь действительности это реально и все это сбудется здорово главное главное верить и конечно же прилагать всевозможные усилия для того чтобы ваше заветное желание обязательно сбылось оксана чтобы вот вы хотели пожелать нашим зрителям которые смотрят нашу передачу перед таким красивым праздником конечно желаю всем семьям здоровья чтобы в их домах был уют всегда чтобы было красиво так как декораторы я все-таки обращаю сюда внимание на всякие детали пусть это даже создает настроение никогда не забывать об этом счастье всем семьям всем домам юлия вы на самом деле очень много хочется пожелать желать первую очередь желаю в следующем году побольше оптимизма проявляйте свои эмоции да все что есть у вас свинья любит вот открытость да она любит вот счастье позитив в глазах поэтому будьте открытыми всему новому кто-то может быть захочет чему-то обучиться до год благоприятия для каких-то новых обучений для каких-то вот свершений кто-то может быть какую-то другую сферу уйдет не бойтесь своих желаний будьте счастливы верьте в себя и пусть звезды вам тоже улыбаются отличное отличное пожелание а я в свою очередь тоже хочу вам пожелать всего самого-самого наилучшего чтобы исполнились все ваши заветные желания ну и конечно же самые главные любви здоровье счастья это самое важное что нужно мне кажется каждому человеку с вами была передача о мелочах жизни алла дворецкого мои гости юлия аллеева и оксана медведева и отлично вам встретить и провести следующий новый год а мы с вами увидимся в следующей передаче на all правда точка ру пока пока